Привет, меня зовут Самар, и если вы услышите какой-то шум, то это у меня за спиной упал спелый манго. А этот выпуск будет самый тусовочный, потому что в нём будет фу, мун, пати. А начинается он с йоги, потому что куда в тропиках без йоги. Сегодня Фрам пошла заниматься йогой, и подбила меня за компанию, чтобы заниматься йогой. Я изначально думал просто подкинуть её новопедия, да, поехать на пляж и покупаться. Почему бы, да, на самом деле? Здесь офигенный вид на море. Поюжусь немножко. На террасе с таким видом, и йогой позаниматься не грех. Клёвая растяжка, мне понравилась. Очень клёвый учитель из Чехии, кстати. Всё это с поющими чашками, слегка с массажиком. Я так, ух, подрастянулся. И на этом день йоги не заканчивается, потому что вечером мы пойдём на поющие чаши. Про попытки встретить рассвет в прошлом выпуске я уже говорил, теперь немножко про закаты. Три дня мы искали его. Идеальное место для заката. И когда мы нашли что? Правильно, тучи. Хотя и так, виду очень даже ничего. Тут везде частные пляжи. Поэтому пришлось ехать по тропинке через джунгли, минуя пасучихся буйволов. А теперь смотрим на тучки. Тучки, что ж вот так не кстати-то сегодня, да? Кто собрался плыть на Средний остров в самую дерьмовую погоду, тот мы. Просто стеной. Я надеюсь, что это скоро пройдёт. Иначе... Иначе я сижу дома. Года всё ещё не улучшается, что нет, улучшается, тем улучшается. Мы так ели на пирс и сталкиваемся с главной бедой, что мои так снистые. Потому что цены за... Даже здесь retail, здесь вот просто нереально, чтобы доехать примерно в 10 лет. Иначе нас просили сначала 500 бат, но я спил по 300 бат в 100 вентах вина, а погода всё ещё морщивая. А вот уже и банка. Слышите, слышите? Вот так здесь на Пангане хватает лягушки. Вот так здесь на Пангане хватает лягушки. Это навес, который превращается в большую антимоскитную сетку. Раз вентилятор. Два вентилятор. Вот так выглядело моё рабочее место сегодня. А вот здесь ванная, в которой Фрам собирается на Full Moon Party. Типичная тайская ванная, душ и дырка в пол. А ещё здесь очень клёвый гамак. И сейчас можно выйти и посмотреть на пляж. Погодка потихоньку налаживается, потому что ночью лил ливень такой неслабый. И вместе с шумом моря это всё очень ощунимо так шумело. Но сейчас вроде бы даже нет дождя и расслогается туча. Хотя, говорят, здесь в ноябре чуть ли не каждый день дожди. Ноябрь самый дождевый сезон на Пангане, поэтому тут не советуют даже бронировать жильё в ноябре. А пляжик на ближайшие три дня наш выглядит вот так. Ой, тут даже люди сегодня есть. Ого, 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 даже много людей сегодня есть. Вот такое вот почти лазурное инстаграммное море. Я думаю, когда будет солнце, она будет реально лазурное. И островочек. Но этот островочек, я думаю, мы завтра сходим пешком, потому что там есть песчаная коса. А вот так выглядит большая часть Пангана. Скалы, пальмы, пальмы, скалы, море. А мы собираемся идти на одну из самых известных пляжных искотек в Юлай и в мире на Full Moon Party. Я просто не знаю зачем, но посмотрим. Я, конечно, подозревал, что до этого их Full Moon Party будет добраться непросто, учитывая нашу отдалённое жилье. Но я не думал, что настолько непросто, потому что таксисты здесь сломят какие-то совершенно несусветные деньги. Но самое простое и дешевое решение внезапно оказалось взять такси туда и обратно от ближайшего крупного отеля. То есть в 8 вечера нас всё забирают. И с часу ночи там свободная машина, ты к ней подходишь, тебя доставляют обратно сюда же. И стоит это всё в полтора раза дешевле, чем спрашивают таксисты в одну сторону. Итак, мы приехали на Full Moon Party. И пока что здесь очень много всего фроруссентного. И очень много полиции, что логично. Слитяшечки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все было гораздо лучше, чем я ожидал Не было толк упоротых упоротиков, валяющихся на пляже Или были, но уже под утро, я не знаю Потому что до утра мы там не дожили, не добыли Поехали домой спать Сегодня штормится А вот это еще одно доказательство того, что здесь на островах Нельзя доверять картам МЭПСМИ Или Гугл, потому что по карте вот здесь дорога Но на самом деле она заканчивается Ровно вот здесь Тут есть дорога На которой пешком стрёмно подниматься Не то что на мотобайке Зато отсюда очень клевый вид На песчаную косу и на островок А мы почесали обратно По вот этой вот фигне Вот с этого острова Погода портится Море спокойное Я надеюсь, в этот размер не укачается Плывем домой На сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки В следующем выпуске будет снова Бангкок А после Бангкока будет сказочное Бали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!